Сергей Борисович Горшков, Мехмата, он очень просто, что он здесь хороший человек. Прочитал на Маломехмате лекцию, он рассказал о том, как функции алгебры логики связаны с обычной операцией сложения чисел. Оказывается, ответ удивительно простой. Сначала ситуация. Представьте себе, что вы складываете единичку и единичку. Получаете вот так. Согласны? Ну ладно. 0 плюс 1, 1 плюс 0 и 0 плюс 0. Давайте сделаем так. Последний разряд мы будем называть F нулевое. Предпоследний разряд будем называть F первое. Здесь у меня X, здесь у меня Y. Очень красивый результат. Во всяком случае, я его не знал на этой субботе. Пока Горшков... Видите, когда он это сказал, я сразу понял. Но вот та ситуация, что он должен был это сказать. Так. Это правда все, да? 0. Это правда. Замечательно. Теперь вопрос. Как выразить F1 и как выразить F0 через X и Y? Ответ. F0. Это, конечно же, X плюс Y, взятый по модулю 2. Сумма взятая по модулю 2. Согласны? Да. Если четная сумма, то ответ 0. Если нечетная, то ответ 1. Что такое F1? F1 это просто X умножить на Y. Очевидно. Так вот, господа, для того, чтобы каждый раз не писать по модулю 2, давайте сделаем следующее. Вот такое выражение. Мы коротко будем обозначать X0 плюс в кружочке Y. Это просто сокращение, чтобы... А? Что писать? Глупости. Это абсолютно понятное, естественное обозначение. Писать его довольно быстро. По модулю 2. Что? Нет, если X там больше, чем просто 1. Нет, X не бывает больше, чем 1. Потому что мы сейчас занимаемся сложением битовых переменных. У меня переменные бывают только 0 и 1. Теперь надо сказать два слова о том, что такое многочлен Жигалкина. Идея очень простая. Смотрите. Вот, скажем, какие бывают многочлены Жигалкина от одной переменной? Какие вообще, в принципе, бывают функции от одной переменной? Очень просто. Равная все время 0. Функция... Давайте ее обозначать так. 0. Это постоянная функция. Функция, которая все время равна 1. Давайте обозначать 1. Функция, которая равна, собственно, самому X. И, наконец, такая самая интересная. Это отрицание X. Совершенно верно. Отрицание X это 1 минус X. Сунуть с одной переменной. Все понятно? Точнее, X плюс 1 минус 4. В наших обозначениях это то же самое, что 1 плюс X. То есть, на самом деле, можно было бы не вводить вот этот вот хитрый символ плюс кружочки, а писать совершенно спокойно 1 минус X. И во всех обозначениях дальше. Но тогда во время вычислений вам пришлось бы помнить, где минус, где плюс. Вам пришлось бы обращать внимание на всякие выражения типа 2 умножить на что-то. Но на самом деле вы же понимаете, что все равно ответ это 0 или 1. То есть, ответ зависит только от четности. И поэтому, господа, давайте постепенно привыкать, что так проще. Согласны? Какие бывают функции от двух переменных? От двух переменных. Здесь бывает на X и Y. Сколько у нас вариантов для пары X и Y? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Это сколько будет строчек? 4 строки, правильно? 4 строки. 16 вариантов совершенно верно. Ну, что сказать. 16 вариантов это очень много. Но с другой стороны, ну хотя бы какие-то варианты. Давайте напишем. X и Y. Это то же самое, что X умножить на Y. Это значит 0, 0, 0, 1. Согласны? Дальше. X плюс кружочки Y. Это то, что называется разделяющие Y. Понимаете, да? Бывает настоящее Y. Не разделяющее. Это 0 в верхней строчке, а единица во всех остальных. А бывает разделяющие Y. Это то, что я сейчас написал. 0, здесь 1, 1 и внизу 0. Отлично. Ну что вам еще сказать? Какую бы еще функцию? Давайте все 16 не буду выписывать. Какую бы еще? Давайте, Даша. Продиктуйте просто 4 символа по вкусу. 1, дальше. Отлично. Отлично. Такое бы сподозревление. То, что проявляла Даша. Очевидным образом. Можно представить в виде многочлена от X и от Y. Это можно представить в виде многочлена от X и от Y. Понятно? Вопрос, почему? Ответ. Есть следующие штуки. Когда единица в этом месте, вот эти вот три нуля, это X умножить на Y. Согласны? Вот давайте я временно зачерпну вот эти единички и напишу сюда 0. Понимаете ли вы, что такую функцию, единица, а здесь все три нуля, легко представить? Это будет у нас отрицание X умножить на отрицание Y. То есть 1 минус X умножить на 1 минус Y. Согласны? Здесь скобки можно раскрыть, и у нас получится 1 минус X минус Y плюс X Y. Ну, а если писать наш плюс-клужок, то все понятно. И так с любой другой единицей. То есть Дашина функция, давайте просто поймем, вот она написала некую функцию F. Дашина функция записывается на самом деле очень просто. Это сумма трех функций. Одна из них такая. 1 минус X умножить на 1 минус Y. Она дает нам здесь единицу во всех остальных местах. Другая из этих функций, чтобы единица была здесь, это X умножить на 1 минус Y. Все понимают? Когда X единица, а Y 0, это удовольствие равно единице, а во всех остальных случаях 0. И, наконец, последнее, это просто X и Y. Ну, конечно, дальше надо скобки раскрыть и так далее, но уже понятно, что это многочлен. По определению многочлена ровно в таком стиле можно с любым количеством переменных, не обязательно, когда X единица, а может, когда больше. И, соответственно, получается, что любая функция алгебры логики, а функция алгебры логики – это функция от N переменных, каждая из которых может быть значение 0 или 1, и значение функции – это тоже 0 или 1. Все понятно? Так вот, любая функция алгебры логики записывается в виде некоторого многочлена, который вот и называется многочлен Жигалкина. Наша цель сейчас – представьте, что мы складываем некоторое количество чисел, каждый из которых – это 0 или 1. Вот здесь мы складываем два числа. А пусть мы складываем, например, три слагаемых, да? Складываем X, Y и Z. Скажите, пожалуйста, максимум скольки значное число может получиться в двоичной записи? Максимум сколько? 1 плюс 1 плюс 1, сколько? 3. Поэтому это в любом случае не больше, чем 2 разряда. Согласны? 1 плюс 1 – это 1, 0. Еще плюс 1 – это 1, 1. Совершенно верно. Это двое отрядное число. А, двое. Вот. Значит, в двоичной системе числений записываем ответ. Понятно? Да. X, Y – 0 или 1, Y, Z – 0 или 1. Это все. В результате у нас получается… Так вот, господа, очевидно, что F0 – это X плюс Y плюс Z. Вопрос. Какой многочлен Жигалкина задает F1? Какой-то ведь должен быть, правильно? Любая функция задается многочлен Жигалкина. X, Y плюс Y, Z. X, Y, верно. Дальше. Плюс Y, Z. Плюс Y, Z. Дальше. Плюс Y, Z. Плюс X, Z. Шутка. Фантастика, угадал. Ответ действительно правильный. А теперь вопрос. А если мы складываем 15 чисел… Ой, не шусь, не надо 15… 1543. Не надо скромничать. Номер школы у вас самый лучший для этого. 1543. Понятно, что ответ в таком случае будет состоять из довольно большого количества символов. Согласны? F сколько там будет? 11, по-моему, да? Вот. Замечательно. Для каждой из этих функций есть многочлен Жигалкина. Мы его должны найти. Для того, чтобы решить задачу, нужно сначала догадаться того, какой ответ. На самом деле, для трех чисел английского правильный ответ, это можно просто прямым перебором проверить. Но я сейчас хочу показать вам все-таки для семи чисел. Объясняю, откуда берется число семь. Потому что для семи чисел ответ еще укладывается в три разряда. Согласны? Потому что что такое число один, один, один? Это сколько? Один плюс два плюс четыре, это семь. Значит, если вы складываете огромное количество единичек, а именно семь штук единичек, то ответ записывается тремя единицами. Так? Александр Васильевич, мы говорим, что функция вот F1, допустим, X, Y, там плюс с кружочком может? Конечно, 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 конечно. У нас, нет, ну, Горченко же Галкина, то есть у нас. Почему я нарисовал таблицу с таким количеством строчек, хотя вообще-то, если A два варианта, B два варианта, G два варианта, то это будет 2 в седьмой степени, то есть 128. Ответ очень простой, потому что на самом деле можно обойтись именно по семью строчек. Дело в том, что ведь ответ должен быть симметричный, правильно? Так, все понимают, что сумма – это симметричное движение. Да? Поэтому я сейчас выпишу строчки, нет ни одной единицы, одна единица. Сейчас будет строчка, в которой что? Две единицы, потом что? Три единицы, шесть единиц и семь единиц. И если ответы, которые мы напишем, будут симметрическими функциями, и если они дадут нам то, что надо на вот этих строчках, то задача будет автоматически решена. Согласны? Отлично. Теперь поехали суммировать. Здесь будет 0, здесь 1, 1 плюс 1. Вот так записывается в 2. Вот. Вот. Смотрите. Смотрите, какая история. Формула для f0 чтенна просто взятая по модуле 2 сумма. Потому что, конечно, любой человек, кто хоть немножко знает о двоичной системе счисления, понимает, что сумма четного числа единиц оканчивается в двоичной системе на нолик, а сумма нечетного количества единиц оканчивается в двоичной системе счисления на единицу. Дальше. Господа, смотрим на эту форму. Смотрим на эту форму. Для f2 нужно сложить все возможные произведения из 4 или из 6. Ну, давайте сейчас проверять. Итак, что такое f1? Надо сейчас не просто сказать ответ, но и доказать его. Итак, кто догадается, какой ответ для f1? Как мы, через многочат жигалкина, записать вот этот вот разряд суммы семи чисел? Подсказка. От количества чисел это не зависит. Для любого количества k слагаемых формула будет по сути одна и та же. То есть она будет меняться. Ее длина будет меняться в зависимости от k, но суть у нее очень простая. Какая? Что? Скажите, вы продиктуйте здесь. А, В, А, С. Как это сказать просто? Попарные. Сумма жигалкина попарных произведений. В абсолютно право же. Пишем все. А, В. Сейчас докажем. Нет, нет, это же ответ. Надо доказывать сейчас будет, конечно. Так, ребят, можно я не буду выписывать все. Имеется в виду, что все это вплоть до FG. Сколько слагаемых в этой сумме? Число сочетаний из семи. Вот так? 7 умножить на жизнь пополам. 21 слагаемое. То есть, конечно, удивительно длинное выражение. Давайте проверять. Давайте проверять, что это всегда так. Для нулей это так? Да. Если одна единичка, тогда... Да. Две единички. Один же дает на один. Три единички. Просто это не серьезно. Это число сочетаний из N по 2 бывает четных, когда не совершенно верно. Нужно понять, когда число сочетаний из N по 2 четное, а когда нечетное. Но давайте сначала посмотрим здесь. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Поняли? Когда вы выписываете таблицу сложения, числа складываете и записываете это в двоечной системе, то у нас же результаты будут именно такие. Согласны? Да. То есть, фактически 0, 1, там, 1, 0, 1, 1, 1. И, соответственно, вот этот вот разряд, не самый последний, а тоже первый, разряд двоек, да? Это 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Значит, чтобы доказать вот эту формулу, ну, либо в данном случае вы можете просто быстренько посчитать все число сочетаний. Это не проблема, правда? Там число сочетаний из 4 по 2 – 6, четное число. Число сочетаний из 5 по 2 – 10, четное число. Число сочетаний из, скольки там, из 6 по 2 – 6 на 5 пополам, 15, нечетное число, как и надо. Из 7 по 2 – 7 на 6 пополам, нечетное число. Все понятно? Но, конечно, надо проверить, что так будет всегда. Для этого самое простое – это взять треугольник Паскаля, выписать его по модулю 2. Мне же нужна потом закономерность и для F2, и для F3, и так далее. И поэтому вот эти ваши фокусы с формулами, они как раз трудно обобщать дальше. А если просто написать треугольник Паскаля, то все будет видеть треугольник Паскаля. Надеюсь, что уважаемая публика, без проблем, это понимает, да? Я буду описать треугольник Паскаля вот таким вот топоксом. Все понимают, что я делаю, да? Вот здесь вот будет число сочетаний по нулю, здесь число сочетаний по единице, по два. Дальше что у нас там будет? Немного, множество, множество, один. Вот на самом деле это принципиальный момент, потому что смотрите, что у нас есть. У нас здесь вот есть такой блок, здесь у нас есть такой блок, здесь у нас есть такой блок, а здесь что? Нет такого блока. Нули. Так вот, внимание, ребята, приглядитесь, пожалуйста. Здесь структура была такая же, правильно? Да. Внимание, здесь единица и здесь единица. Понимаете ли вы, что теперь будет? Вот от этой единицы вниз пойдет расти треугольник Паскаля, понимаете? И отсюда пойдет, ну, по-моему, блю-2, и отсюда пойдет расти. И в какой-то момент они до чего дорастут? До строчки из одних единиц. Ну, давайте реально это сделаем. Один, один, ноль, ноль, один, один. Один, ноль, один, ноль, один. Так, так, это понятно, да, пока? Один, 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 вот тот самый момент обещанный. Строчка из всех единиц. И это означает простую вещь, что вот если посмотреть на вот этот вот блок, вот такой вот, на такой вот квадрат. Мы его вставляем. Что? Ну, мы его вставляем. Ровно такой же. Поняли идею? Вот. И что происходит дальше? Здесь единица. Кто помнит, как это называлось у нас с вами? Мы с вами это все на самом деле в свое время объясняли. Как? Ну, фрактал в некотором смысле, да. Это называется серпинского. Там бывает квадрат серпинского, треугольник серпинского. Кому интересно, можете посмотреть, есть красивые картинки. То есть идея там такая. Берем, скажем, квадратик, из него вырезаем центральную часть. Из каждого из оставшихся вырезаем центральную часть. Понимаете идею, да? Из каждого из оставшихся вырезаем центральную часть и так далее. Вот такие вот конструкции серпинского. Ну, а здесь чуть-чуть по-другому. Ну, это все, конечно, да. Но у нас это проходилось под более трезвым названием. Вспомните-ка, пожалуйста, формулу 1 плюс x в квадрате сравнимо с 1 плюс x в квадрате по модулю 2. Как вы назвали? Ну и, соответственно, 1 плюс x в квадрате. Как, как? Малая терема терема терема. Конечно. Ребята, почти любой математический вопрос в конечном счете это малая терема ферма. Понимаете? Нет, это не потому, что вся математика к этому сводится. А потому, что вся школьная математика, она недалеко от этого убежала. Действительно, это малая терема терема терема, конечно. Все поняли, да? И наоборот. Если так приглядеться, то и наоборот тоже. Вот ведь идея такая, что когда вы берете число по эту строчку, там число сочетания из p по единице, из p по 2, и так далее, и так далее, число сочетания из p по p минус 1, то они все что? Делятся на p. И, соответственно, когда берешь по модулю p, то это будет со нули. А там единички, ну и от них, Паша, пойдет. Замечательно. Замечательно, значит, вспомнили. Вот теперь вопрос, а собственно мы задачу решили или не решили? Ответ, да, конечно, решили. Разумеется, мы решили задачу по очень простой причине. Потому что где в этом треугольнике число сочетания из n по нулю? Это вот этот столбец. Где число сочетания из n по единице? Это вот это. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Где число сочетания из n по 2? Это вот это. Видно, что 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Видно. А теперь вопрос. Как устроено выражение f2? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Догадайте, что будет дальше? 4, 0, 4 единицы. 4, 0, 4 единицы. Найдите мне, пожалуйста, здесь так устроенный столбец. Нет, ну не пятый, а четвертый столбец. Вот этот столбец зовут нулевым. Это число сочетания из n по нулю. По нулю, по единице, по двойке, по тройке, по четверке. Четвертый, это называется четвертый столбец. Почему? Потому что вы же понимаете, что это, ну, они только прикидываются, что их нет, а на самом деле это 4 нуля. А дальше 4 единицы. А дальше у нас будет, ну, блоки, они же как-то не копируются. Все поняли? Теперь догадайтесь. А f3 это что такое? Смотрите, какая забавная ситуация. Оказывается, что формула для f2 это вот что такое. Это a, b, c, d плюс a, b, c, e плюс и так далее, и так далее. Всевозможные суммы по 4 штуки. И заканчивается это все на d, e, f, g. Все понятно? Все понятно. Ну, не знаю, правда же красиво. Неожиданный результат. Единственный, да, многочлен Жигалкина. Конечно, многочлен Жигалкина, это очень легко понять. Просто по количеству. Смотрите, тут какая история. Разумеется, когда вы пишете многочлен Жигалкина, то вы не можете написать вещи типа x плюс x. Вы считаете, что все это приводит, да? И, разумеется, бессмысленно писать вещи типа x квадрата. Замечательно. А если вы все такие вещи выбрасываете, то вы обнаруживаете следующую вещь, что одна член Жигалкина, он устроен следующим образом. Каждая переменная в него либо вошла, либо не вошла. То есть их ровно 2 степеней n штук, где переменных, да? И значит, количество всевозможных многочленов Жигалкина, оно ровно такое же, как количество всевозможных функций. Значит, есть взаимооднозначное соответствие между функциями и многочленами. Я вам объяснил, почему любую функцию можно записать многочленам. Мы просто разлагаем ее в сумму таких функций, которые на единицы, в одном месте одну льду, под этим раскладываем. Ну, а, соответственно, раз их количество равно количеству функций, значит, на самом деле, соответствие взаимооднозначное. Все понятно? Все понятно. Отлично. Продолжение следует...